ПАУЛИСТА АВЕНЮ Но в чем интерес этой улицы еще заключается? В том, что когда-то это была очень богатая улица, застроенная особняками. Но в 60-70-е годы все старинные особняки 19 века посносили и построили вот такие современные, в общем, бизнес-здания. По воскресеньям улицу перекрывают для пешеходов. Вот сейчас 7 часов, ее только что открыли, пошли машины. Чуть-чуть я не успел заснять, как здесь народ гуляет. Хотя до сих пор остатки людей здесь еще гуляют. Вот. Несколько неснесенных особняков здесь осталось. Я их сниму, покажу. А так в основном это современные модные здания из стекла и бетона. Но вообще место очень интересное, красивое и улица такая, ну, центровая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так, сзади меня находится очень такая странная конструкция. На самом деле это очень знаковое здание, такое без первого и второго этажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сваях. Это на самом деле картинная галерея. Одно из самых таких центровых мест. Здесь Сан-Пау один из главных музеев. Здесь находится выставка очень многих популярных и известных бразильских художников, а также мировых знаменитостей, таких как Ван Гог и так далее и тому подобное. И вообще здесь очень много культурных центров, как я уже сказал, потому что в 60-е и 70-е годы, когда эта улица еще была с 19 века застроена различными виллами и особняками, их начали сносить в 60-е и застраивать огромными офисными зданиями, бизнес-центрами. И по закону Сан-Пау обязательно при постройке бизнес-центра и офисного здания на первом этаже должно было находиться что-то типа культурного центра. Это либо картина и галерея, либо библиотека, либо какой-то центр искусств, какие-то кружки, в общем, для привлечения и для культурного воспитания населения. Что, по-моему, отличная идея. И, в общем, сейчас это, наверное, одно из самых, ну, наверное, таких уникальных мест с самой высокой концентрацией культурных центров в мире. То есть практически в каждом вот здании на этой улице есть какой-то вот культурный центр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, слева от меня находится как раз один из немногих уцелевших старинных особняков, которые здесь находились на этой улице, на самой одной из главнейших улиц Сан-Пау. Вот он так вот выглядит, достаточно в хорошем состоянии, отреставрированный. Это далеко не самый шикарный. Здесь были и больше, и более шикарные, с более изысканной архитектурой. Почему же все посносили? А потому что люди хотели просто заработать денег. Как мне тут рассказали, существовало достаточно такое массовое явление, когда люди, пытаясь продать землю и дома на них, они просто сами взрывали эти дома, сами их рушили и сносили владельцы этих домов. Почему? Потому что в середине XX века правительство признало большинство этих старинных вилл культурным наследием, их нельзя было сносить, но люди хотели продать свою землю, и земля здесь стоит очень дорого, и поэтому люди реально взрывали свои собственные дома, продавали землю, покупали где-то квартиры или там строили дома за пределами города, и жили, в общем, счастливо и богато всю оставшуюся жизнь. Так вот довольно бредово звучит, но, тем не менее, это вот часть их истории. К сожалению, снесли всю архитектурную, в общем, весь архитектурный колорит разрушили, который здесь был порядка 100-150 лет назад. Метрополитен в Сан-Пауло, кстати, очень крутой и очень хорошо развит, что абсолютно логично предположить для такого огромного города, как Сан-Пауло. Просто без метрополитена здесь никуда. Та часть метро, которая находится практически в районе даунтауна, в центре города, вся потемная, а часть, что выходит на окраины, вся надемная. И с надемной части, с надемных линий открываются очень красивые виды на город. Вот я живу на севере города, на станции метро Сан-Тауна, примерно, по-моему, 5 остановок от центра. И вот очень красивые виды, которыми я хочу, естественно, поделиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, в Южной Америке большая мода на обелиски. Огромный красивый обелиск я видел в центре самом города Буэнос-Айрес, также в городе Монте-Видео, в столице Уругвая. Но и здесь, в Сан-Пауло, тоже огромный обелиск. Название по-португальски очень сложное, но что-то там связано с героями. Ну, как это обычно бывает, подобные монументы посвящены каким-то знаковым событиям истории. Ну, а здесь этот обелиск находится не в самом центре. Он находится, ну, примерно, в километрах, наверное, трех от даунтауна, может быть, четырех, у входа в очень красивый крупнейший парк в Сан-Пауло, куда я сейчас и направляюсь. Пошел я в этот парк, и такое интересное наблюдение. Здесь в Сан-Пауло вообще очень часто идут дожди, почти каждый день. Но вот что я здесь был, вроде уже середина декабря, разгар лета, и дожди идут каждый день практически, кратковременные, но тем не менее. Вот здесь такую построили крышу прикольную. Вот просто крыша, причем по площади она огромная. И абсолютно ровный бетонный пол. Здесь идеально кататься на скейте, на роликах, на велосипедах. И крыша, она очень по площади огромная. Она туда вот уходит, там где-то вот поворачивает, вот туда еще продолжается, я не знаю, несколько там, ну, полкилометра, наверное, длиной, в ширину, наверное, метров под 100 в самом широком месте. В общем, в любую погоду можно кайфовать, кататься здесь на роликах, на скейтах, на велосипедах и на прочих таких летних прикольных транспортных средствах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok